включаю запись кица в и со в первый день все и мы начинаем запись поехали значит недельная глава сегодня будет про одежду в основном про одежду и мы сейчас разберемся в чем смысл одежды вообще смысл какой смысл одежды у человека очень одевается же правильно во что-то сейчас мы поговорим о смысле одежды и мы поговорим сейчас о том как был одет первосвященник и что самое главное в жизни значит все вся неделя сейчас провожу уроки и луни шама бору бен авраам это мой папа за храну ли враха которые сейчас будет следующую субботу будет юр цайт его годовщина смерти и значит в этот день пересматривается его как бы состояние там и значит я хочу ему помочь что он на меня вести хорошо повлиял что стал религиозным он стал религиозным он в 72 года сделал обрезание представляете 72 года ты человек который всю жизнь был воспитывался в коммунистической такой ну вот советской традиции потом увидел что есть тора увидел что тора это истина и значит очень серьезно начал ее изучать и баруха шэм видите сделал обрезание соблюдал шаббат все хорошо дорогие друзья все всем удачи успехов и начинаем значит в атаке цавэ эдмне израэль вайкху элехо шэмэн зайт зах катит ли маур значит начинается глава со слов и ты прикажи сынам израиля и возьмут тебе элехо тебе шэмэн зайт масло оливковая чистая катит ли маур выдавленная для для освещения для лот нер томит чтобы поднять свечу постоянного освещения значит ну первое понятно да отмечают комментаторы например раша да по-моему это был значит говорится прикажи слова ти цавэ прикажи она имеет такой определенный акцент специальный да что когда ты делаешь духовные вещи а это духовная вещь то есть ты зажигаешь свечу или ты там зажигаешь шаббатные свечи или ты делаешь какую-то заповедь до духовную ты не увидишь сразу от нее результата то есть и особенно если это заповедь связано с какими-то затратами времени денег усилий то ты делаешь духовную вещь но ты результат это не так как ты поработал час получил деньги или зерно бросил об видишь росток да тоже сразу не видишь но как-то более-менее понятно в духовных вещах ты делаешь заповедь и ты как будто бы она как свеча которая сгорает об нету ничего нету и мы верим очень сильно верим что заповедь которую ты делаешь она превращается в духовную энергию которая потом возвращается тебе через какие-то события твоей жизни и часть главная часть любой заповеди как мы знаем что в этом мире нет награды за заповедь в этом мире есть только перот да как ну грубо говоря ты посадил дерево плоды снимаешь а дерево это остается дерево тебе на годы так тоже самое заповедь то есть ты когда делаешь заповедь ты в этом мире получаешь от нее плоды но сама заповедь главная награда за заповедь идет в духовный мир куда бы мы в этом все придем теперь значит прикажи сынам израиля чтобы взяли мне чистое масло первая выжимка такая да поднимать свечу вот это слово поднимать на артамит поднимать свечу постоянно она тоже очень имеет значение что когда зажигали эту свечу это было минора семисвечник да который стоял в мешкане а потом в храме нужно было держать огонь поками свеча не заждется и он не начнет гореть сама то есть ты поджигаешь она такая об и потом когда начал подниматься огонь ты уже зажег и отсюда учиться что точно также нужно в обучении торы в смысл обучение торы чтобы чек начал сам учиться чтобы он на ты его зажег его внутренне вот этот духовный огонь он получил тора это как а вот этот духовный свет это есть душа внутри потом ты соединяешь как преподаватель торы да он соединяет духовный свет это тора это свет от всевышнего внутри человека свет это душа это тоже часть всевышнего и когда преподаватель он соединяет слова induction с душой он соединяется потом op и пошел человек уже может сам учиться уже поднялась его его из отцвет поднялся и он уже сам каждый день может учить тору есть урок, нет урока, он может сам зайти в бот, жизнь по Торе бот Ваикра, может совет рэбы прочитать, может из Мишли несколько отрывков прочитать, может сам открыть любой урок Торы то есть наша цель, как Ваикра, как платформа, мы хотим помочь соединить вот этот огонь души с огнем Торы, со светом Торы и дальше поднять этот свет чтобы каждый мог учиться сам хорошо Бо Эль Моэд, это будет в шатре в шатре, это будет в Оль Моэд, это как в Мишкане Мехусля Порохет, вы помните, была там святая святых, потом была занавесь, Порохет он называется и там стоял семисвечник золотой жертвенник для воскурения их стол для хлеба значит и и это будут делать, зажигать этот свет будет Аарон и его сыновья с вечера до утра перед Богом и это постановление вечное на все поколения для сынов Израиля значит, тут мы видим еще один очень важный принцип на тот момент Бог выбрал выбрал можно сказать посредника да, это слово подходит посредник, тот, кто стоит посередине между еврейским народом и Богом был Аарон Коэн священник и четыре его сына которые были на тот момент Надававиу и Лазарвы и Тамар значит они были выбраны Всевышним как посредники между еврейским народом и Богом они зажигали свечи они заходили святая святых они делали жертвоприношения и с тех пор потомки Аарона и его вот этих четырех сыновей и потом к ним присоединился еще один получил этот статус это был Пинхас Пинхас был внук Аарона но он на тот момент еще не родился и значит он не входил в эти вот пять человек Аарон и его четыре сына но Пинхас за счет своего поступка он тоже к ним потом присоединился будет у нас глава отдельная про это в еврейском народе с тех пор только потомки Аарона четырех сыновей и пятого внука получается Пинхаса только они могут быть священниками и тут возникает вопрос возникает очень большой вопрос да почему Всевышний именно так установил вот этот наш мир то есть он установил что есть вот это генетическое разделение какое-то и даже в еврейском народе вот я при всем желании вот что бы я ни делал я не смогу стать коином священником вот у меня сосед вот прям за стенкой он коин он из рода коинов значит он в синагоге благословляет народ когда будет храм когда будет храм то коины священники будут служить в храме а я нет никак вот что бы ты ни делал почему Всевышний так сделал не знаю что это значит он лучше чем я совет сосед мой нет у него другая функциональность и у него другие ограничения то есть на коинов действует больше ограничений чем на меня то есть он как он коин у него есть больше уровень святости ну и на него действует больше ограничений то есть тут ты выбираешь что ты хочешь больше уровень святости это не круче это больше ограничений ты больше должен вот и все значит пускай он будет священником а я нет то есть я и не могу быть священником мне не надо дальше вата акрев элеха это арона хиха и теперь значит приблизь к себе арона брата твоего это Бог приказывает Маша Рабейну его сыновей из сынов Израиля ты их выделяешь леканоли быть священниками мне служить мне аарон надав вавиу элязар вайтамар значит идет опять их перечисление бней аарон они сыновья арона васи табигный кодыш для арона хиха значит и сделай одежду святую для арона брата твоего вот тут мы приходим сейчас к вопросу одежды то есть мы видим что вот этот вот момент опять же мы видим здесь некий порядок приоритетов прежде всего это знание да то есть человек без знания он не может учение свет вначале говорится о зажигании светильника храмового который обозначает свет Торы и дальше рассказывается кто может этот свет Торы зажигать аарон его сыновья а теперь дальше как они должны быть одеты и это удивительная вещь которая была бы непонятна без осознания что материальный мир это проекция духовного мира и имеется ввиду что одежды материальные даже у простого человека да по одежке встречают почему по одежке встречают потому что человек одевает на себя ту одежду которая говорит вместо него то есть он мог бы словами сказать посмотрите на меня я вот такой такой я хочу чтобы меня воспринимали вот так но он это не будет каждому встречному говорить а он просто одевает на себя одежду и говорит смотрите вот я например одел эту штуку да вот такая это левис левис значит черная спортивная куртка то есть я всем хочу сказать что Искак Пентусевич он спортсмен я как бы я себя хочу так ощущать что я еще очень спортивный человек да поэтому я хожу в спортивной куртке вот черный потому что черный и белый цвет это цвета в которые одеваются религиозные люди в Израиле я этим хочу подчеркнуть что я религиозный но из-за того что я без белой рубашки что я не профессионал то есть я это не является моей профессией то есть я человек который религиозный но я работающий религиозный то есть оп я мог бы все это каждому рассказывать но я думаю зачем я буду рассказывать я одену черную кофту с капюшоном черную футболку и значит все всем понятно что я а если непонятно значит непонятно все теперь одежда это отражение внутренних свойств и качеств человека поэтому я сейчас тоже задумался над этим что действительно через внешнее видно внутреннее я думаю может мне стать более каким-то собранным и это моментально выражается в том что я одену рубашку то есть изменение внутреннего качества оно отражается в одежде то есть одежда это не просто так да но интересно что на иврите слово бегет бегет одежда бегеды это как бы буквы буквы очень интересно я не обращаю внимание значит бет это 2 диммл это 3 далет это 4 вместе это 9 значит 9 это диматрия слово эмет эмет истина то есть с одной стороны одежда она показывает снаружи какой ты внутри с другой стороны бегет корень вот этот вот бегет это левгот это изменять то есть она одежда она может обманывать как маска человек одевает маску и эта маска она может с одной стороны она отражает если она полностью прилегает к его лицу она отражает что у него внутри но с другой стороны маска может скрывать то что у него внутри поэтому одежда она так же может человек переоделся да он переоделся в религиозного он одет как религиозный но это может быть обманом то есть вот тут что мы обращали внимание что с одной стороны одежда это эмет это истина но с другой стороны одежда легко может быть обманом когда человек хочет обмануть он переодевается в другого человека и все то есть этим очень легко обмануть Значит, Бог говорит Машерабену И сделаешь одежду святую Арону, брату твоему Лекавот улетиферет Для почета и для Великолепия То есть, вот тут нам понятно Для чего Дальше описывается одежда Я вам сейчас в телеграм-канале сбросил статью У одежды первосвященника Там есть фотография Это что-то фантастическое Только каждая нитка Была сплетена из 28 Отдельных ниточек Каждая Всего было 28 Они были разделены по 4 нитки И в каждую из 4 вплеталась еще золотая нить 6 на 4 2 на 4, правильно 6 ниток было В каждой было штуки 6 ниток Каждая из 6 нитки вплеталась золотая Брали листы золота Их растягивали на нити Значит, 6 нитей цветных С ними сплетается золотая нить Получается 7 7 на 4 В 4 раза это сплетается 28 Получалась вот такая нитка Из этой нитки делали одежду Все украшено драгоценными камнями На драгоценных камнях вышивка Там космический корабль Просто конкретно Космический корабль Это была одежда первосвященника Для чего? Вот написано Сделаешь ему одежду Ле Кавот У Лети Ферет Для почета И для великолепия Значит, что такое почет? Давайте разберемся Почет Это смесь Двух 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 Других Как бы состояний Да Любовь И страх Вместе это называется Почет Значит, если кого-то ты Любишь То есть, Аарон, например Весь народ Израиля любил Он был очень добрый Он всегда делал шалом Он был Ну, очень святой человек 30 дней потом по нему Скорбил весь народ Израиля Все плакали Он делал всегда Шалом между людьми Одна из первых В первой главе Пертья Вот написано, что Каждый человек должен стараться Быть как ученики Аарона Значит Оэв шалом Любит мир Родев шалом Гонится за миром Оэв это бриет Любит создание Умми карван летура И всех приближает к Торе Это вот как Нужно быть как ученики Аарона Теперь Но при этом Есть такие люди Которых любят Но их не уважают А, он такой слабак Какой-то хороший Добрый такой Но слабак Нет Ковод почет Это когда любят И при этом боятся Если просто боятся Это не почет Это страх Если просто любят Это любовь А почет это И любят и боятся Велитий ферет И для великолепия То есть Есть еще Такая вещь Что Как-то Всевышний Так сделал Что в этом мире Есть такое понятие Как красота Например Вот Всевышний Зачем-то сделал Цветы Очень красивые цветы Столько цветов Разных видов Бабочки Например Да, бабочки Бывают такие Просто невероятные Птицы Оперение птиц Там вообще Есть такие виды Красивые В мире Которые просто Невероятные виды В мире Которые просто Удивительные И Значит Но самое Тот Кто это сотворил Это Бог Кто ему служит Первосвященник Значит Первосвященник должен быть Самый великолепный В этом мире Поэтому там было Очень много Такого цветного Яркого А теперь он говорит Скажи всем Хохмелев Значит Мудрых сердцем Которых я наполню Духом мудрости И они сделают Одежду Арона Посвятить его Чтобы он служил мне Тут мы видим Тоже очень интересную Такую Идею Значит Обратись К людям Которые называются Мудрые сердцем Есть некое качество Мудрые сердцем Например Вот есть такие люди Вот что он За что не возьмется У него все получается Вот он у него Быстро он принимает Решение Это называется Мудрые сердцем Он Интересно Что есть одна Очень интересная Такая психологическая Теория которая объясняет Очень сильно Разницу между людьми И их отношением К жизни Значит Эта теория Она говорит Следующее Что Большинство людей Очень боятся Хаоса Они просто Боятся Для них неизвестность Это большой страх Они не знают Как себя вести В неизвестности И из-за этого Они выбирают Все время Синицу в руке Как бы ни было плохо Но Это известное плохо Тоталитарный режим Этот Царь Или президент Или кто там Он будет Я его уже знаю А что будет дальше Неизвестно То есть Они Большинство людей Страшно боятся Неизвестности И хаоса Который Для них Равноценно Хаос Равно Неизвестность Равно Страх Теперь Как только Они попадают В ситуацию Хаоса У них нет Там Инструментов Как действовать Теперь есть люди Которые называются Хахмелиев Мудрые сердца Которые У которых Есть внутри То что Называется Бетахон Бетахон Это полагаться На Всевышнего Или полагаться На то Что раз Всевышний Ну можно Например Есть же люди Хахмелиев Которые не знают Про Всевышнего Но они полагаются Что в любой ситуации У них сработает Какой-то Инстинктивный Способ действия Который Который Их вывезет Да Это оптимисты Которых меньше Намного Чем пессимистов Это Люди Которые Пафидисты Туда же входят Пафидисты Оптимисты И верующие люди Да Это те которые Которые Легко бросаются В неизвестность И в этой неизвестности У них срабатывает Если он Хахам Лев Мудрый сердцем А теперь нам Значит Объясняет Тора Что такое Хахмат Лев Что такое Мудрый сердцем Это тот У которого Хорошие качества Которые В нем Заложены Изначально Элементы Вот например Вот я приведу Простой пример Сказал Рабан Йоханан Бен Закай Своим ученикам Какой путь хороший Что по этому пути Человек прилепится К Богу Значит Один его ученик Раби Лейзер Бен Урканас Он говорит Айен Тува Добрый глаз Что значит Добрый глаз Человек смотрит На какую-то ситуацию И он в ней Видит Не саму ситуацию Он видит Свою Свою интерпретацию Ситуации Добрый глаз Он все интерпретирует В позитив Второй говорит Путь хороший К Богу Это Хавер Тув У тебя должен быть Хороший друг Что такое Хороший друг Значит До этого Тора нам объясняет Сделай себе Рава Укнелеха Хавер Купи себе Приобрети себе друга Значит У тебя будет Хороший друг Только если Ты вкладываешь друга Если ты помогаешь другу Не может быть У тебя хороший друг Если ты его подставляешь Там И ничего для него Не делаешь Этого не бывает Хороший друг Это ты в него Вкладываешь Третий говорит Это Шахен Тув Это хороший сосед Значит Как у тебя будет Хороший сосед Если ты Первая Выбираешь Место жительства Где живут Хорошие люди А почему Ты будешь Выбирать Место жительства Где живут Хорошие люди Значит Для тебя важно Что будут видеть Твои дети Как они будут Воспитываться То есть для тебя Для тебя важна Не сиюминутная Выгода А ты смотришь На качество Людей С которыми Ты живешь Лот Например Он пошел С дома Амору И все потерял То есть Он не обратил Внимание Что люди Вокруг плохие И ты не можешь Там жить Человек Выбирает Значит Вот эти пять Параметров Они очень важны Первое Это Добрый глаз Это позитивная Интерпретация Второе Хороший друг Ты умеешь Вкладывать друзей Умеешь дружить Умеешь С людьми Не просто не ссориться А именно Делать так Чтобы им вокруг Было хорошо Хороший сосед Ты умеешь С соседями жить В мире Выбираешь место Для жительства Где вокруг Хорошие люди И они постоянно На тебя позитивно влияют Потому что Сущность человека Проявляется В момент контакта С другими людьми И контактируя С хорошими людьми Ты сам становишься хорошим Дальше Аруэй Танурад Сказал четвертый Раби Шименбен Натанель Он сказал Что тот Кто видит Родившийся Это человек Осознанный Человек Который видит Что рождается Он отсматривает Причинно-следственные связи Он не спешит Он исследует То что вокруг Происходит Это называется Видящий Родившийся То есть Понимающий Причинно-следственные связи И пятый Раби Элязар Бен Арах Он сказал Путь по которому Человек приблизится К Богу Называется Левтов Доброе сердце И сказал Раби Йоханнен Бен Закай Что вот Его То что он сказал Включает Все что было То есть Есть некое понимание Что такое добро Да То что Всевышний Назвал добром И зло По простому Конфликт Это зло Разделение Это зло Соединение Это добро Как Аова Любовь Это соединение Значит Зло Обман Шекер И так далее То есть Зло Это всегда Разделение Это конфликт Добро Это соединение Это Любовь И Рост Развития Соединения Теперь Человек Который Выбирает Рост Развитие Соединение Добро Это значит У него доброе сердце Если у тебя доброе сердце То тогда ты Хахамлев Тогда ты Умный сердцем И тогда Что дальше написано Ашер Мелатив Руахахма Я их наполню Божественным духом Духом мудрости Всевышний говорит Пожалуйста Тора же Она не Не возникает Вдруг То есть Еще про отцы Соблюдали Тора Аврам Искак и Яков Машерабейну Только он спустил Формулировку Торы И передал это Еврейскому народу Получается Что Тора Она есть Это как закон Семирного тяготения Как законы физики Законы химии Только это Духовные законы Которые есть И ученый Он учится Тому что Открыли его Предшественники Ему открывается Какое-то новое видение В описании законов Человек Духовный Мудрый сердцем Он начинает Исправлять Свои качества Он становится Добрым Он становится Правильно Начинает жить И в этот момент Он становится Готов И Всевышний Ему открывает Вот эту Тору Теперь значит И они Вот эти вот Мудрые сердцем Бог их наполнит Духом мудрости И они сделают Одежду Арону И вот дальше Одежда Я уже не буду Перечислять Уже 27 минут Мы учимся Дальше идет Перечисление Все одежды Она очень Красива Очень сложная Много предметов Одежды Значит Кто захочет Может посмотреть Я ссылочку Разместил В телеграм-канале На статью В которой Подробно Подробно Перечисляется Вся Вся одежда Что там есть И значит Значит все Второй отрывок Первый отрывок Заканчивается Последнее Значит Последнее Последнее Что здесь написано Что Положишь Два камня На его плечи Значит Это камни Для памяти Перед народом Для сыновей Израиля Значит Все будут Написаны 12 колен Тут 6 Тут 6 На каждом камне Будут выгравированы Огромные какие-то были Драгоценные камни Перед Богом На двух плечах Для памяти То есть Арон становился Вот этим вот Передатчиком Который Который Передавал Передавал От еврейского народа К Всевышнему И он был Вот этим вот Передатчиком Через который Сконцентрирована Шла вся эта информация Всевышнему Он проводил Жертвоприношения И так далее Все дорогие друзья Напишите пожалуйста Свои выводы Внизу Учит Тору Это действительно Вот сегодня То что я взял для себя Что важно Не то что ты рассказал Важно то что Осталось у тех Кто тебя слушал Поэтому напишите Свои выводы Да что вы для себя поняли И посмотрите Самостоятельно Какую-то идею Которая вас Заинтересовала Просто посмотрите Про нее продолжение Погуглите Может быть В гугле Можно набрать Можно посмотреть Сделайте какое-то Мини исследование Напишите Три вывода Своих Можете почитать Какие-то три вывода Других участников Урока Выводы Инсайты Что для вас Было важным И ценным И какой-то Из этих выводов Попробуйте Сделать свое Личное исследование А что там дальше И обязательно Как нас учит Пертеовод Что тот Кто учит Чтобы обучать Ему с неба Дает возможность И изучать И обучать Тот Кто учит Для того Чтобы выполнять Чтобы делать Тому с неба Помогут Учить Обучать Запомнить И сделать Поэтому Если вы сейчас Еще После этого Сделаете Какое-то действие Которое вам Вот вы чувствуете Надо что-то сделать Митцву Какую-то заповедь Это будет вообще Идеально Идеально Все дорогие друзья Удачи и успехов Чтобы Всевышний Благословил всех Хороших Добрых людей Которые Помогают С платформы Воикра Которые Выполняют Заповеди Всевышнего И чтобы было у вас Все Что вы Всевышнего просите Аминь Чтобы Всевышний вам дал То что вы просите Для добра Для того Чтобы вы могли Божественного света Приносить в мир И делать больше добра И чтобы было Арифу Ашлома Ли Раиса Бат Александра Ли Рав Ашер Бен Шендал Очень важно Сейчас Молиться Рав Ашер Бен Шендал Это Рав Ашер Кушнир У него Была Проблема со здоровьем Он столько сделал Столько людям помог Мне лично Он очень помог Вот чтобы ему было Тоже полное Полнейшее выздоровление Рав Ашер Бен Шендал Все Всем удачи и успехов До завтра Счастливо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...